Чем отличается эта ночь от всех других ночей? С этого вопроса обычно начинается пасхальный седр, когда дети спрашивают родителей. На этот раз мы спрашиваем друг друга, чем отличается этот песок, который проходит во время эпидемии, поразившей весь мир, от всех других праздников. И друзья, я хочу послать сейчас мое благословение о выздоровлении раввину московской синагоги на Малой Бронной Изи Когана, который перенес коронавирус болезнь. Я хочу вспомнить, что в 80-е годы он был отказником и борцом за свободу советских евреев. В то время, когда многие могли думать лишь только о своем песохе и своей маце, он подумал о тех людях, которые оказались в тюрьмах за то, что преподавали еврит и Тору. Он поехал в Сибирь и оказался в тюрьме для того, чтобы передать вот это вот печенье узнику Сиона Якову Левину. Охранники отказались это принимать. Тогда он пошел к начальнику тюрьмы и попросил его об этом. Начальник тюрьмы кричал на него и выгнал его из своего кабинета. Тогда Изи Коган все равно обратился к одному охраннику и попросил его сделать одолжение. Тот за большие деньги согласился. Но Изи Коган не знал, предал он все-таки мацу заключенному или нет. Прошли годы. Изи Коган оказался в Израиле. Яков Левин тоже оказался в Израиле. Тогда, когда они впервые встретились, то Изи Коган спросил Якова Левина, «Ты получил мою мацу?» Какой мацу удивился Яков Левин? «Ох, неужели мои усилия были напрасными?» Когда это было? «А, в 1984 году?» «Ты думал, ты передаешь мне мацу, а на самом деле ты спас мне жизнь». Потому что жизнь моя тогда стала невозможной. Начальник этой тюрьмы организовал заключенных, которые издевались надо мной. И я было хотел уже покончить с собой. Как вдруг этот начальник тюрьмы ворвался в мою камеру, начал кричать на меня, «Твои сионисты совсем обнаглели, один из них просто пришел ко мне в кабинет, а потом, выходя, сказал, «Не трогайте больше его». Когда мы начинаем пасхальный седр, то мы разламываем мацу пополам, кладем и показываем половину и говорим, вот он хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте. Все, кто нуждаются, все, кто голодны, пусть приходят и празднуют вместе с нами. Сегодня еще мы рабы здесь, но на следующий год мы свободные люди в стране Израиля. Подождите. Хлеб свободы? Разве мы ели его еще в Египте, будучи рабами? Разве одно не противоречит другому? Мудрецы отвечают, что свобода – это свобода творить добро и делиться. Делиться последним. Делиться, когда трудно, несмотря ни на что. и в награду за то, что евреи делились последним куском хлеба рабов мацы. Они освободились, и маца рабов стала хлебом свободы и символом праздника Песах на века. Потому, друзья, хочу пожелать и вам, чтобы, несмотря на стены и обстоятельства, вы могли делиться любовью, благословениями, поздравлениями, хотя бы по телефону. Или, может быть, воспользовались другими средствами электронной доставки, месседжей. И выражали свою любовь и свою заботу друг о друге. И хочу пожелать, чтобы Всевышний дал вам еще больше сил, чтобы хранил вас, чтобы вы были здоровы, и чтобы эта эпидемия прошла, а мы с вами могли собираться в кругу семьи и праздновать все наши светлые и радостные праздники. Всего вам самого хорошего!